Приветствую коллеги, это апдейт по рынкам от компании TechMilus и я Артур Изиатурин. Сегодня мы говорим про европейскую экономику. Появились у нас ряд данных, которые касаются сферы услуг, которые касаются занятости по евро-доллару. Мы сегодня видим продолжающееся ослабление доллара, причем вот здесь он попытался вернуть утраченные позиции. Произошло это на фоне сообщений противоречивых, которые касаются сделки ОПЕК+. Вроде бы участники, основные сделки, это Россия и СССР, они договорились продлить существующее ограничение на добычу объемом 9,7 млн баррелей в день, но препятствием к этому является то, что некоторые участники рынка, участники сделки пытаются обманывать, недовыполняют вот этот план по сокращению, найдут компромисс, найдут способ как привлечь вот этих участников, обманщиков, которые не придерживаются плана, найдут способ как привлечь их к выполнению плана. Собственно, это будет, будем так говорить, гарантировать продление вот этих ограничений, что, как я уже говорил вчера, это позитивный сигнал для нефтяного рынка. Что касается экономических данных, сегодня у нас вышли, в первую очередь мы осмотрим безработицу в Германии, собственно, выросло на 238 тысяч человек, что выше прогноза в 200 тысяч. Безработица достигла самого высокого уровня с марта 2016 года. Рост числа безработных за апрель-май лишь немного отстает от цифр, которые наблюдались в декабре 2008-январе 2009 года, то есть за вот этот двухмесячный период, но это совершенно не смущает у нас немецкий индекс DAX, который вчера у нас уверенно пробил 12 тысяч пунктов, да, и вот здесь продолжает рост, сегодня он поделенел на 2%, на более чем 2%. Несомненно, во всем этом есть заслуга немецкого правительства, которое организовало схемы краткосрочного трудоустройства для более чем 7 миллионов человек. Такая же схема, подобная схема трудоустройства краткосрочного, она существовала и в 2009 году, тогда правительство устроило гораздо меньше, полтора миллиона человек только. В прошлый кризис сильно увольнял производственный сектор, а сейчас спрос на рабочую силу сильно сократился, как в ритейле, в сфере услуг, в торговле. Относительно незадетым осталось строительство. Уровень безработицы в Германии, соответственно, вырос у нас до 6,3%, чуть выше прогноза 6,2%. Также данные по активности в сфере услуг, по трем вот этим ключевым остальным странам, по Испании, Италии и Франции. Спад продолжился, показал опрос респондентов, видно, что вот индекс находится ниже, значение индекса находится ниже вот этой разделительной черты в 50 пунктов, что говорит о том, что большая часть опрошенных считает, что условия в данной сфере, в сфере услуг, они ухудшились. Динамика, как мы видим, оказалась чуть лучше прогнозов, превышая данные прогнозы, которые у нас здесь даны. Но если потребительский спрос растет, что, собственно, и отражается в первую очередь в сфере услуг, из-за ее чувствительности, собственно, к росту потребительских расходов, то вот этот рост расходов, он сейчас происходит преимущественно на базе правительственных стимулов, схем вот этих поддержания занятости, именно краткосрочное такое трудоустройство, да, которое они организуют. И вот эта схема раздачи денег – самый крайний случай. И поэтому признаки позитивных изменений в сфере услуг, которые мы видим, вот эта очень слабая, очень слабая динамика позитивная, ее можно уверенно сейчас игнорировать, как раз таки потому, что это все держится на базе, это происходит все, вот в основе все это влечит правительственные стимулы в первую очередь. За счет схем краткосрочной занятости ЕС частично все-таки удалось содержать рост и безработицы. Сегодня по безработице в еврозоне мы видим, что значительно лучше оказался уровень безработицы в мае 7,3% против 8,2% прогноза. Кроме того, режим изоляции создал уникальную такую ситуацию, где человек, потерявший работу, по объективным причинам не мотивирован ее искать, потому что, собственно, есть санитарные ограничения, которые заставляют его находиться дома, никуда не выходить, собственно, поэтому он является демотивированным к поиску работы. И как раз-таки именно вот эта категория безработных, она не учитывается вот в показателях, которые нам даются, которые мы отслеживаем, вот этот уровень безработицы. И, собственно, поэтому мы наблюдаем вот такую абсурдную ситуацию в Италии, как мы видим. В апреле безработица снизилась до 6,3%, собственно, когда еще страна не завершила свою борьбу с пандемией, когда очень много человек находилось в самоизоляции. Непонятно, как это так произошло. В пик просто, да, практически кризис, безработица у нас снижается, возникают, естественно, вопросы к тому, как это происходит. И наиболее логичным объяснением этого является то, что рост числа безработных не удается зафиксировать в данных, так как формально эти безработные у нас перемещаются в категорию, которой не считается рабочей силой. Как раз-таки туда же относятся вот эти демотивированные работники. А, собственно, уровень безработицы у нас рассчитывается как число безработных, которые ищут работу, пытаются искать работу к общему числу занятых и безработных, то есть к рабочей силе. То есть значение вот этих людей, которые ищут работу безработных, к вот этому общему числу, к рабочей силе в стране. Демотивированные работники туда не относятся, и, собственно, поэтому мы видим вот такие странные цифры снижения безработицы, когда, собственно, все происходит наоборот. Поэтому, собственно, когда мы интерпретируем данные по безработице, особенно сейчас, нужно учитывать, что правительственные стимулы, они вносят такие искажения, которые затрудняют интерпретацию данных. Но мы это пытаемся с вами, собственно, расшифровывать. Этот феномен, да, вот такой необычайный, он пополняет нашу коллекцию обслуг, да, в экономических данных, которые мы наблюдаем. Также в этой коллекции находятся безработные в США, которые, некоторые из них, да, сейчас получают пособия с надбавкой, которые превышают их заработок до пандемии, получают они около тысячи долларов. Процент таких безработных, которые, собственно, сейчас за безделье получают больше, чем тогда, когда они работали, по оценкам. Вот одно исследование, да, я приводил в предыдущей статье, оно составляет 68%. Очевидно, что вот эти все демпфирующие схемы, да, они сглаживают, как-то отсрочивают, скрывают наступление кризиса на рынке труда, но шокирующие цифры, они начнут все-таки появляться, когда правительство начнет сворачивать эти программы поддержки безработных, раздачи денег, поддержания занятости через какие-то эти краткосрочные схемы занятости. Люди снова начнут искать работу, то есть снова начнут отображаться в данных, поэтому всплеск дальше вот в данных по безработице, в том числе в еврозоне, скорее всего, произойдет, и к этому нужно быть готовым. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в пятницу.